В администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. Открылось совещание награждением школьников района, добившихся высоких результатов в учебе. Первым вопросом на рабочем совещании была рассмотрена готовность руководителей и персоналов на объектах с массовым пребыванием людей к действиям при угрозе возникновения пожара и другой внештатной ситуации, а также подготовка поселений к весеннелетнему пожароопасному периоду. С докладом выступил Владимир Комаров, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Северского района. Так как одной из основных причин возникновения пожара остается человеческий фактор, особое внимание необходимо обратить на обучение работников пожаротехническому минимуму. Каждый работник должен знать, чего не нужно делать, чтобы произошел пожар и какие его действия в случае его возникновения. Какие системы автоматической защиты здания имеются на объекте, как они работают, количество и расположение эвакуационных выходов, а также умение пользоваться первичными средствами пожаротушения имеющихся на объекте. Еще одним элементом данной системы является наличие и справочность первичных средств пожаротушения на объекте. Необходимое количество, правильный выбор типа огнетушителя, периодичная проверка его состояния и своевременная перезарядка в нужный момент могут помочь справиться с пожаром на начальной стадии его развития. Первый заместитель главы администрации Марина Наумейко подчеркнула, что безопасность жителей, в первую очередь детей, должна стоять на первом месте. Напоминаю еще раз о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и своевременного устранения выявленных нарушений. Коллеги, продолжаем эту работу. Буквально завтра у нас начинаются командные штабные учения. Они также приурочены к профилактике пожароопасного периода и пожароопасных чрезвычайных ситуаций. Актуальным остается и вопрос внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании «Северский район». Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Физкультурно-спортивный комплекс ведет в действии указом президента в 2014 году. Были стадии апробации, когда только участвовали школьники. И с прошлого года он полноценно ведет для всех категорий населения, начиная с 6-летнего возраста и завершая с 70 плюс. Возраст школьный охвачен полностью и вопросов здесь не возникает. Выезжают комиссии, принимаем нормативы КТО. Опасения вызывает это наше взрослое население, потому что, ну понятно, все работают, все заняты. Но одна и самая главная задача физкультурно-спортивного комплекса – это увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Российской Федерации. И как следствие повышение уровня физической подготовленности, ну и продолжительности жизни населения. По итогам 2017 года Северский район занимает второе место среди муниципальных образований по привлечению населения к выполнению нормативов КТО. О мерах профилактики возникновения на территории Северского района биолога социальных и чрезвычайных ситуаций рассказал Григорий Сокол, начальник районного управления ветеринарией. Также о наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администрации Афибского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. В режиме видеоконференц-связи под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В рабочее заседание приняли участие первый заместитель главы администрации Марина Наумейко, прокурор района, начальник полиции и представитель МЧС. На нем обсудили меры по обеспечению безопасности на майских праздниках. Всего по краю к этой работе привлечены почти 3000 полицейских и 4600 казаков. Казачьи патрули будут дежурить не только на улицах и площадях, но и на объектах транспорта и поста ГИБДД. Слаженная совместная работа всех ответственных ведомств и структур в районах края позволит провести организацию майских праздников без внештатных ситуаций. Как подчеркнул губернатор, отдельное внимание следует уделить безопасности на авто, авиа и ЖД вокзалах края, также на особом контроле популярные места отдыха людей, в том числе у водоемов. Вениамин Кондратьев отметил, что на майские праздники поток транспорта на дорогах края вырастет в разы, поэтому задача сотрудников ГИБДД в муниципалитетах – отработать вопрос создания дополнительных постов в местах, где федеральные трассы особенно загружены, а именно в направлении курортов и керченской приправы. Ученики Львовской школы вновь заявили о себе. На региональном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в городе Сочи из пятерых наших участников четверо удостоились наград. Это три лауреата и один призер. Мой проект назвали «Путешествие подковы», потому что я нашел на огородном участке подковы и начал ее исследовать. Я узнал, что подкова – это приспособление для предохранения копыт лошади, и что это предмет, приносящий счастье. У меня проект «Тайна грызь в вербаш». Почему-то мне растут деревья на решине, мне позволяет расти структура почвы. Гумус свой слой очень маленький, а затем почва заставит очень много камень из своих частей. Еще там изменяются климатические пояса, с увеличением высоты понижается температура воздуха, увеличивается количество осадков, изменяется влажность воздуха, понижается атмосферное давление, уменьшается количество корода и ветер обладает огромной разрушительной силой. Темы проектов «Ребят» разные – география, история, медицина и даже кулинария. Примечательно, что на конкурсе школа стала единственным представителем Северского района. Мой проект называется «Кто, если не мы?». Цель проекта – выяснить, много ли детей больных онкологией у нас в районе, и что учащиеся в нашей школе и жители села Горского знают о таком заболевании, как онкология. Мой проект называется «Кубанская лапша против итальянской пасты». Я узнала то, что в итальянской пасте клетчатки и белка оказалось меньше, чем указано на упаковке. В нашей «Кубанская лапше» клетчатки и белка оказалось больше по стандарту качества. В конкурсе приняла участие совсем маленький исследователь – воспитанница детского сада номер 27 Камила Мустафаева. На момент участия ей исполнилось 5 лет и 8 месяцев. Девочка представила проект «Мой маленький дворик – мой большой мир». На региональном конкурсе «Я исследователь» благодарственное письмо за вклад в развитие детской исследовательской деятельности получила начальник управления образования Северского района Любовь Масько. Девять лет назад в Северском районе было положено начало традиции устраивать соревнования по горному бегу на Собер. Первый забег состоялся в октябре 2010 года и насчитывал всего около 30 участников. С тех пор соревнования набрали силу, обрели преданных поклонников, как и жителей нашего района и края, так и самых дальних уголков страны. От имени главы муниципального образования Северский район Адам Шахметович Джарима поприветствую на территории нашего района. Пожелаю всем замечательного настроения. Здесь, я так понимаю, встречаются старые добрые друзья, чтобы эмоции были выше крыши. Скорая помощь только подталкивала вверх, но никому помощь не оказывала. Каждый забег на Собербашне повторим и не забываем. В разные годы менялось и количество участников, и их география. Погода порой преподносила бегунам сюрпризы – от мокрого снега и шквалистого ветра до палящего солнца. И лишь одно оставалось неизменным – атмосфера спортивного праздника, дружба и единства, сопровождающая каждый забег. Гора Собер объединяет всех, всех, кто неравнодушен к здоровому образу жизни и к красоте нашего Северского района. Данные соревнования проводятся в рамках программы «Молодежь Северского района», проводит Управление молодежной политики совместно с Управлением по физической культуре и спорту Северского района. Безусловно, мы без поддержки, без помощников никуда. Нам очень сильно помогают в проведении соревнований спортивный клуб «Пересвет Северского района». Местное отделение Русского географического общества помогает. Важную нам поддержку оказывает и Союз спасателей Кубани из города Краснодара, который обеспечивает безопасность для наших участников. Конечно же, поддержка есть. Ну а в рамках программы «Молодежь Северского района» мы для участников всегда готовим медали, грамоты, дипломы. К подножию Собера приехали около 300 человек в возрасте от 5 до 82 лет, чтобы преодолеть дистанцию вверх – 6-километровую для взрослых и 3-километровую для детей. Соревнования по горному бегу ежегодно объединяют людей разных национальностей – детей, взрослых, тех, кто бежит впервые и тех, кто померил шагами полземного шара. Я абсолютно любитель, шестикратная чемпионка России по горному бегу среди ветеранов 50 и старше. Ну, для меня это хобби – вот абсолютно посмотреть Россию. Горный бег я начала бегать в 2010 году, когда я к ним приехала из Омска в командировку. Узнала и вот полюбила, знаете, полюбила. Каждый год говорю прощаюсь, но все равно не могу. Нынче решила сюда приехать. Ну а так я бегала, можно сказать, с Москвы до Владивостока. 3, 2, 1! Бегунов, завершивших забег у подножия горы, ждал вкусный и полезный обед от членов общественной организации. Поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации – общее дело. Вот и остались позади очередные соревнования по горному бегу. Для всех они стали еще одним праздником – спорта, здоровья, весны и дружбы. Редактор субтитров А.Семкин